Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Национальный проект ЖКХ». С вами в студии ведущий Леонид Журавель и моя помощница Татьяна Зайцева. Здравствуйте! Я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Викторов, министр строительства Калининградской области. Михаил, здравствуйте! 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 Михаил Юрьевич, мы знаем, что правительство сейчас уделяет большое внимание двум регионам, особенно это ваша область Калининградская и Крым. Это внимание нам понятно. У вас большие события впереди, большие объемы. И мы бы хотели попросить вас рассказать о тех программах, которые будут реализованы, а особенно о том, какие все-таки есть проблемы, чтобы мы могли на своих программах встретиться с экспертами, их обсудить и найти какое-то решение тех вопросов, которые существуют, для того, чтобы практически может чем-то помочь вам. И применить их в жизни. Ну, должен, естественно, согласиться, что два региона, Калининградская область и Крым, сейчас на особом и заслуженном контроле у правительства России. И, собственно говоря, наше руководство и губернатор области, Цуканов Николай Николаевич, конечно, отрабатывает это внимание. И уже давно в стадии реализации идет первая программа социально-экономического развития Калининградской области, потому что это центр Европы вокруг, там, такие страны, как Литва, Польша, там, Германия, это все центры Евросоюза. И, естественно, социально-экономическое развитие должно жителям Калининградской области чувствоваться так не на словах, а реальными живыми делами и объектами, которые повышают уровень жизни россиян. Тем более, вот в таком, так сказать, значимом стратегически, особенно для России, пятачке. Фактически ежегодно вкладываются достаточно серьезные средства в строительство социальных объектов. Это школы, это детские сады, это реконструкция ЖКХ, это ремонт фасадов, это строительство жилья для военнослужащих, для детей-сирот. И в этом плане успехи достаточно серьезные при всех проблемах, которые Калининград область имела и имеет. Ну, это, опять-таки, географическая особенность, то есть оторванность от, скажем так, материка, как говорят, что, собственно говоря, достаточно серьезно сказывается, осложняет. Ну, многие простые решения, допустим, для той же Ленобласти, Московской области. Мы изолированы, это надо понимать, и поэтому с точки зрения строительства, конечно, приток рабочих сил, рабочих кадров под увеличенные объемы, он затруднителен. То есть эти вещи надо продумывать, эти вещи надо заранее готовить, готовить людей, готовить население, учить, просчитывать. Также тяжело решать вопросы, особенно связанные с увеличением объемов в части стройматериалов. И, конечно, вот в этот год непростой, связанный с изменениями взаимоотношений с Европой, нам также приходится продумывать, и особенно те, скажем так, сырьевые товары, стройматериалы, которые ранее спокойно и удобно, говоря так откровенно, поставлялись из Литвы, Польши, Германии, все-таки реально ориентировать уже на российскую экономику, на российских поставщиков. Это Ленинградская область, Московская область, Карелия. И, в принципе, продумывать в части открытия и соответствующих производств на месте. Михаил Юрьевич, ну, наверное, это очень хорошо для российского бизнеса, то, что он находит новую площадку для реализации своих проектов, в том числе в плане поставки материалов, технологий. Новые возможности открываются для бизнесменов российских. Да, то есть понятно, что импортозамещение, оно вызрело чисто экономически, и сейчас, конечно, пойдет поток предложений с материка в Калининград по тем материалам и технологиям, которые будут полезны. И вот в связи с этим я хотел бы задать вопрос. Вот вы же недавно назначены министром, а до этого я знаю, что вы были разработчиком на площадке «Деловая Россия», в том числе программы импортозамещения. Вот в Калининградской области существует такая программа? Вообще ее можно найти? Что именно предполагается? Ну, вообще, руководством области, губернаторам, дано прямое поручение по каждому направлению отраслевому такую программу сформировать, и не просто на бумаге, но вообще в ежедневном режиме отслеживать ее реализацию в части мониторинга тех групп поставок, которые были, и просто административно способствовать тому, чтобы это оперативно менялось на соответствующую группу товаров из России. И по линии Министерства строительства такая программа есть. И самое главное, это не какой-то бумажка, формальный отчет. Мы проводим сейчас практически еженедельную работу по всем объектам, особенно это объекты федеральных целевых программ, то, на что выделяет Москва и областной бюджет деньги, просто с соответствующим анализом. Откуда идет кровельный материал? Польша? Почему? Если это как бы обусловлено какими-то эксклюзивными особенностями, ценой, и это реально дешевле, хорошо этот вопрос берется на контроль. Все на практике проверяется, как это происходит. Если это делается по старой памяти, потому что это удобно, к этому все привыкли, мы эту схему ломаем, проводим точно так же мониторинг, а что есть в России, в близлежащих регионах, анализируем логистику, в том числе с учетом прохождения таможенных процедур, но все-таки мягко убеждаем, в ряде случаев мягко принуждаем, чтобы этот процесс шел постоянно. То есть мы можем на наших программах бизнесу сказать то, что эта программа проводится, и что им нужно поспешить, дать свои предложения, включиться в эту работу, наладить новые контакты, так как площадка освобождается от ряда импортных материалов, может даже всех, и таким образом оказать помощь нашему бизнесу, чтобы они имели это в виду. Несомненно. И здесь, Леонид Ильич, мы буквально последние несколько недель проводили такие активные консультации с нашим региональным союзом строителей, с деловой России, и вот нашей Калининградской, и вот Московской. И здесь правительство области, губернатор, и я как министр готов оказывать необходимое административное содействие. Первое в части анализа потенциального спроса потребности. Мы строим стадион под чемпионат мира, мы строим десятки социальных объектов, где требуются, опять-таки, отделочные материалы, лифты, кровельные материалы, и анализируя потенциальный объем, естественно, тот или иной поставщик-производитель, российский, может для себя определить, что выгоднее, завозить на какой-то период, но имея уже постоянный спрос, я, естественно, буду стимулировать, убеждать и помогать, чтобы открывалось местное производство. И не просто закрывало потребности нашего регионального рынка, а активно конкурировало с польскими, литовскими, немецкими поставщиками. А как вот попасть на эту площадку, как о себе заявить, рассказать предпринимателям, которые хотели бы участвовать в этих мостах проектах? Не, ну, самое простое, конечно, это пользоваться все-таки общественными площадками, деловыми объединениями, которые, я считаю, достаточно активны, и я с ними общаюсь практически ежедневно или через день. Через них проще формировать и соответствующую повестку предложений, выносить ее на рабочие совещания, ставить вопрос по каким-то экономическим, административным проблемам, потому что мы очень часто решаем вопросы, ну, вплоть до логистики. Если есть смысл, рациональность, экономика в поставке товольного материала, ну, вплоть до обращения и на уровень руководства таможенного, значит, направления, чтобы нашим товарам оказывался соответствующий зеленый коридор, да, чтобы это быстро шло к нам. Ну, вот вы сказали общественные организации, я тоже работаю в Генсовете Деловой России, и у нас встроенная система, когда вся продукция, которая предпринимательными предлагается на таких площадках, она проходит тщательный экспертный совет. В общем-то, наверное, правильно, то, что именно общественные эти площадки, они являются основой для качественной, проверенной продукции для поставки, допустим, в тот же ваш регион. Но я думаю, что и другие предприниматели, которые работают в этой сфере и которые нас слышат сейчас, они, в принципе, могут же и имеют право предложить свой товар через интернет, через порталы, через... В министерстве же есть интернет-платал? Какие-то площадки, как попасть, да. Ну, я могу сказать, естественно, есть, допустим, если говорить о министерстве строительства, сайт, есть электронная почта, в том числе моя личная, на которую можно, значит, написать соответствующее обращение, приложить там соответствующий файл спецификации, предложения, мы на это реагируем, там в качестве примера могу привести, значит, обращение, ну, так, чтобы не было уж рекламы, поскольку процесс еще идет, производителя металлопрофиля, одного из крупнейших в России, поскольку легко возводимые конструкции, сельское хозяйство, губернатор уделяет очень большое значение не только стройке, хотя на мой взгляд он уделяет первое место стройке, но и сельскому хозяйству, в части, вот, все-таки, продовольственной безопасности, Калининградской области нужно достаточно много теплиц, значит, складов под овощехранилища. Вот я предложил, пожалуйста, оцените, наши коллеги приехали на переговоры совместно с министром сельского хозяйства, какой объем подобного рода продукции, вот, под строительство и такого рода объектов нужен, а уже площадку в соответствующем, там, промышленном парке, там, вот, в районе аэропорта Храброво делается соответствующая площадка с сетями, все, мы организуем, поможем. Вы только принимайте решения, вкладывайте инвестиции не куда-то за рубеж, а именно в нашу область, производите и поставляйте этот металл-профиль не только на Калининград области России, но еще раз задача конкурировать с Европой. Ну, это, мы всегда поддерживаем, это хорошая идея. Мы такой, знаете, европейский Гонконг, я считаю. И мы в интернете подсмотрели, что, в общем-то, строительство жилья в Калининградской области, оно практически вышло на первое место по России в целом, на одного жителя. И, наверное, конечно, за этим стоит большая работа, в том числе министерства и людей, которые там трудятся. И вот существуют ли какие-то проблемы в этой части, которые есть? Вот о них бы немножко пару слов. Ну, я считаю, да. Это, собственно говоря, успех не только 2014 года, а буквально три-четыре последних года застройщикам и губернатор, и Минстро уделял большое внимание. Я могу сказать, практически ежедельно проводятся рабочие встречи по тому или иному вопросу. И результат этот достигнут, прежде всего, за счет вот такого постоянного внимания, когда и у застройщиков было снято ряд существенных проблем, вот те же самые пресловутые административные барьеры, поскольку сроки в Калининграде резко сокращены, и мы выходим, ну, в общем-то, на уровень лучших практик. А это напрямую влияет на скорость стройки. Михаил Юрьевич, Вы сейчас сказали о новых практиках. Лучших практиках. Лучших новых практиках. Позвольте, мы сейчас отличимся на рекламу, и сразу после нее Вы продолжите, и мы внимательно послушаем, о чем идет речь. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на рекламу, после которой мы продолжим наш разговор. Уважаемые телезрители, у нас продолжение программы национальный проект ЖКХ, в студии ведущий Леонид Журавель, мой помощник Татьяна Зайцева. А в гостях у нас Михаил Юрьевич Викторов, министр строительства Калининградской области. Михаил Юрьевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, что мы продолжим лучшие практики, потому что они действительно требуют развития и передачи по информационному пространству, и с удовольствием сам выслушаем. Ну, в общем-то, речь идет, естественно, о пресловутых административных барьерах, когда чиновники абсолютно не старались упростить жизнь предпринимателю. И вот один из параметров, который отслеживается в общемировой практике, сроки выдачи разрешения на строительство. Чем быстрее компания выйдет на стройку, начнет, тем быстрее она закончит. Время, деньги, это на стройке. То есть, даст объект жилье, то есть, люди получат квартиры. В общем-то, мы эту работу активно начали вслед за передовыми регионами и хотим стать передовыми. Я уверен, мы будем передовыми. Но, естественно, надо иметь время. Ну, вот я, например, крайне внимательно отслеживаю события в Татарстане, где давно уже это сделали, провели ревизию юридических процедур и уже перевели формат взаимоотношений с предпринимателем в электронный вид. Не надо приходить, не надо стоять в очереди, ждать. Все можно скинуть. Мы сейчас как раз таки на стадии завершения юридических процедур, резкого их сокращения. Возложение на чиновников, прежде всего, муниципальных, которые выдают разрешение соответствующих обязанностей брать на себя заботу. Это касается, прежде всего, тех условий на электроэнергию, тепло, водоканал. Если в основном муниципальные предприятия, дающие ТУ, являются подчиненными муниципалам, главам, то они должны отвечать за них и собирать все это сами. Это как минимум сокращает сроки на полгода. Это почти 180 дней. Поэтому мы переходим уже от практики где-то около 300 дней до практики порядка 140 дней. Это реальный результат, который уже сейчас на многих наших застройщиков сказывается. И они в этом плане только выражают, в общем-то, довольствие, а самое главное, то количество метров, которые мы действительно в 2014 году сдали. Ну, поэтому вы первые. Наверное, это главная причина. Могу сказать, что губернатор Николай Николаевич Суканов докладывал об этом успехе Владимиру Владимировичу Путину как раз в канун Нового года. И это была очень приятная высокая оценка от первого лица. Естественно, мы не собираемся останавливаться. Хочу отметить, что в части дополнения таких юридических процедур и ревизии мы взяли под контроль работу с монополиями, прежде всего, электроэнергетика. Очень часто дома готовые, построенные, не могут быть подключены на постоянной основе к свету. А без этого дом не может жить. Почему это происходит? Как правило, это в связи с нестыковкой инвестиционных программ, невыполнением обязательств, когда необходимо порой даже, говорят откровенно, применить административный рычаг и заставить энергетиков поменять акценты, провести кабель, сдать срочно подстанцию и подключить именно этот жилой дом. Вот мы сейчас, как власть, ответственная за инвестклимат, за конкретные объекты, взяли это под контроль. И эта работа теперь ежемесячно проводится с помощью, опять-таки, Союза строителей, деловой России, когда формируют повестку таких объектов. И мы уже с руководством Янтарь Энерго анализируем и принимаем технические решения. И это делают. И это вот как раз-таки те самые объемы, и это тот самый инвестклимат. Михаил Юрьевич, но в конкурсе участвуют организации. Зачастую мы слышим, что конкурсные сами процедуры имеют недостаток тот, что организации, которые заявляются в участии в конкурсе, не всегда добросовестные. Вот как у вас в регионе, в принципе, построена работа, чтобы организации, победившие в конкурсе, ну, были те именно, которые могут построить ответственно, честно выполнить обязательства. Часто в регионах жалуются, что приходят организации, которые не в состоянии потом выполнить взятые обязательства, они демпингуют в цене, вот, и выиграют конкурсы, и в конце концов оставляют эти объекты, исчезают. Вот как у вас с этим дело обстоит? Ну, к сожалению, мы здесь не можем быть лучше остальных, и эта проблема у нас присутствует в полном объеме, и вы абсолютно правы, что, к сожалению, новый закон, который, может быть, вполне современен, и я с этим не спорю, и хорош для организации закупок государственных в части каких-то товаров, ручек, компьютеров, может быть, даже вооружения, но строительная услуга подряд – это как бы еще нематериализованная услуга, и она зависит как раз-таки от уровня квалификации, опытности, способности подрядчика эту услугу материализовать. – И моя личная позиция в свое время и как общественного эксперта, и как сейчас госчиновника по-прежнему – государственные закупки в строительстве должны иметь особый отраслевой статус и подход. – То есть это изменение законодательства? – Да, к сожалению, унифицированный закон проблему в стройке не решает. Я могу откровенно сказать, что, к сожалению, проводящиеся акционы иногда имеют форму и результат просто лотереи. Я не знаю, кто победит, и я не знаю, вот этот победитель, что он на выходе даст. И действительно, я могу подтвердить практику, что существенное количество объектов начинаются срывы по срокам, а потом срывы по качеству, и это, как правило, делают компании, которые созданы год назад, полгода назад, и вот они все лезут на госзакупки. – А как же определить эту компанию, может быть, как-то их не допускать? – Есть европейская практика, которая все-таки учитывает квалификацию компании, и есть так называемые предквалификационные требования. То есть сначала надо все-таки выставить предквалификационное сито, отобрать компаний. Имеющие сопоставимый опыт работ, которые не просто строили берега укрепления, или ТЭЦ, или школу, которая стоит порой достаточно приличных денег. Если такой опыт есть, тогда такие компании, прошедшие такое сито, могут конкурировать уже по цене и действительно экономить бюджет. Но тогда, выиграв по цене, мы получаем уверенность в квалифицированном подрядчике, который нам обеспечит и срок, и качество. Закон, конечно, надо дальше развивать, и именно в стройке его необходимо оптимизировать. – Я думаю, что этот вопрос мы обсудим обязательно с представителями ФАС. Я так понимаю, что основное именно требование о допуске всех организаций к конкурсам идет оттуда. Мы выслушаем их обязательно по этому вопросу и попробуем с инициативой, наверное, выйти через экспертов на Государственную Думу. Я думаю, правильно абсолютно ваша мысль, что все-таки строительный комплекс требует другого несколько подхода или разработки некого закона, который бы позволял предквалификацию учитывать участников. – И экономию обеспечивать, которая естественная. – И экономию. – Но и все-таки качество и сроки. Это немаловажно. – Хорошо, тогда мы набрали вопрос для следующей передачи. Я думаю, что хотелось бы вас спросить еще несколько слов о главных объектах, которые готовятся к чемпионату мира и к обеспечению инженерному, так как у нас программа национальная, проект ЖКХ. И в этой связи очистные сооружения, котельные, коммунальное хозяйство, применяются новые технологии, какие они, что они учитывают, на что они нацелены. – Ну, да, Леонид Ильич, вы действительно внимательно следите за нашими событиями, это очень приятно. – За футболом тоже. – И действительно подготовка к футболу. Ну, начнем с темы ЖКХ. Действительно, достаточно большая программа, связанная первая, с газификацией области. Ну, просто стыдно жить в центре Европы и не иметь качественный ресурс, который обеспечивает тепло, горячую воду. И здесь, в общем-то, достаточно серьезные средства, ежегодно сотни километров вводятся. И уровень газификации поселков и городов Калининградской области один из самых высоких в России. И эта работа продолжается. Я думаю, что в ближайшие пару лет она будет полностью выполнена. Большое внимание уделяется обеспечению водой. И здесь действительно идет модернизация десятков объектов очистных, которые еще были построены в довоенное время и нуждались в существенной реконструкции. Не скрою, что здесь иногда даже возникают споры в части того, какая технология лучшая. И иногда такие тяжелые споры, потому что, может быть, иногда там западные технологии, они, так сказать, эффективнее, но, к сожалению, потом эксплуатационно дороже, просто в десятки раз дороже. И опять-таки мы стараемся, скажем так, стимулировать наших разработчиков, я не помню, то ли Саратова, то ли Самары, все-таки внедрять их, эффективность повышать и обеспечивать экономичность. Но очистные строятся, и даже наш долгострой, связанный с очистными в Калининграде в этом году, с учетом смены генподрядчика, который не справился, тоже будут сданы, достроены. И, в общем, к началу чемпионата у нас будет одна из самых чистых составляющих. Мы к вам приедем, будем обязательно смотреть, делать программу. Другой объект – это строительство стадиона. Прошли споры, место подтверждено, остров Октябрьский. Проект уже в стадии рабочей фазы, к концу года он будет сдан и начнется строительство самого стадиона. На данный момент проведены работы по консолидации грунтов, подготовка для свайного поля. И сейчас решается вопрос, чтобы параллельно были запущены работы, опять-таки, с сетями, с благоустройством и обеспечением соответствующих транспортных развязок. Поэтому через два года вы не узнаете Калининград и центр. Михаил Юрьевич, большое спасибо за то, что вы ответили на наши вопросы. На этом, уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами. С нами был Михаил Викторов, ведущий Леонид Журавель и Татьяна Зайцева. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова